Ребят, значит, не только реклама, но пожелание. Есть прекрасная игра такая, бильярд, которая мне очень нравится, а некоторые удары даже очень схожи с боксом. Самый сложный удар в бильярде это прямой, дальней дистанции. Как и в боксе. Правый, прямой, самый сложный удар. Потому что на дальней дистанции подобрать, ну, понятно так. Вот. Есть такой клуб Фора, метро Алексеевская, вот. Можем в интернете найти клуб Фора бильярдный. Там прекрасный человек, преподает мастер спорта, отличная атмосфера. 28 числа там будет турнир. Ну, да, 28 числа там турнир будет. И к тому же, просто искренне рекомендую. Хорошее место, хороший клуб. И умение играть бильярд для боксера всегда считалось неотлеиваемой частью тренировочного процесса. Опять-таки, что концентрация, четкость цели, жесткость руки, уверенность. Рекомендую. Клуб Фора посмотрите в интернете. Это метро Алексеевская, где-то Павла Корчагина. Ссылка в описании есть, подсказывает. Да, ссылка в описании. Искренне рекомендую. Да, вкручивание, вкручивание. Да, это механика, это шуруп, понимаешь? Что такое соединение? Вот мы вкручиваем шуруп, мы выкидываем кулак. Каким образом? Это нюанс уже. Но, как и пуля, она вылетает из кулака, друзья. Она летит. Вот на каком расстоянии она от ствола может убить? Пуля. На любом. В упор может убить. Правильно? Так и кулак. То есть вы бьете кулаком в пространство. Вы через пространство. Вы не ставите руку. Вы просто определенным способом... В данном случае мы вот тут пропагандируем вот это... Плечо сработало чтобы, да? Именно этим способом мы что делаем? Мы выкидываем кулак. Он вылетает, как пуля. Вот это ваш пороховой заряд, он полетел. Вы выкинули кулак. То бишь, он же может ударить здесь, здесь, здесь и вот здесь. Прямой-то может быть? Прекрасно. Сейчас я договорю. Но идеально прямая рука, максимально выпрямляется рука, только в двух средах может быть. Среда это воздух, и среда, которую я знаю, она у нас в этом самом, на земле, это в воде. Вот эти две среды я могу пробить. Я могу пробить кулаком. Дам! Завалить. И он у меня, рука полностью разогнется, развернется, растянется и обратно что? Сожмется. Но вдруг в этом пространстве, через которое вы бьете, возникает мешок, да? Возникает какая-то мерзкая харя. Лапы тренера. Правильно? Пуля, которая летит из ружья, она что? Летит конкретно вот до вас, а потом еще вот столько, потому что ей нужно вот до сердца дойти. Или она реально сквозь вас пролетает? Правильно же? Да. Ну так и кулак. Я не знаю, насколько я пробью кулак. Кулаком этот мешок. То есть я бью через пространство. Но в этом пространстве возникает какое-то уплотнение. Виде в данном случае мешка, лап тренера. И повторяюсь, этой грудинычей, этой печени, там харе какой-то мерзкой. Поэтому вы выкидываете кулак, сразу он идет ударом внизу. Но как как естественно, существует у вас еще зрение. И у меня тоже. У кого-то меньше, у кого-то больше дальнозоркость, близоркость, близоркость. Поэтому что? Если у меня цель все-таки подальше, то не задумываясь, у меня естественно вот этот переворот кулака моего будет идти более плавно. То есть как нарезка в стволе, она будет не такая резкая. Она будет более плавно, чтобы кулак все-таки дошел туда вращением через мешок. Если у меня мешок стоит близко, то вот этот переворот кулака, чтобы мне косточками ударить, будет более резкий. То есть более крутой. Ну логично. Я же не могу пока вот туда потом. То есть он у меня сразу пойдет. Будет сразу более круто переворачиваться. Почему не прямая рука? Еще раз повторюсь. Я не могу рассчитать на сколько микрон, миллиметров я пробью этот мешок. Удар останавливается. Не тогда, когда вы посчитали, что вы достали и выпрямили руку. Если бы вы выпрямили руку, значит вы остановили корпус. Мой корпус это и есть удар. Это основная масса моего удара находится между пяткой и плечом. Вот мой удар, моя масса и пойдет в мешок и через мешок. И остановится моя масса тогда, когда остановится кулак. Если у вас рука прямая... Я остановил. Видите, у меня рука прямая? Я остановил плечо. Я еще вот столько не вложил. То бишь я остановил удар. Почему нет? Это не то, что заблуждение, но бьет человек, да, смотрите. Рука прямая, да? Я говорю, почему так бьешь? Ну удар-то прямой, да? Логично же? Прямой удар, тогда рука прямая. Нет, прямой удар это траектория, полета кулака. То, что вот смотрите, вот сейчас я ударил, и вот от этой косточки вот сюда в плечо пойдет воображаемая линия. Называется вектор направления. Вот она, воображаемая линия, прямая. Плюс вот эта арка, которая организовалась, и вот эта арка, которая в спине передала инерцию, энергию через кулак туда, в пространство, она также погасит вам. И обратное движение мешка. Я устоял. Это просто показатель, вот подготовительное предварительное весе. Это для того, насколько корректно сработала моя тушка. Что даже вот этот мешок, плюс мой туда удар, инерция меня не завалила. А теперь я выпрямляю руку. Также пытаюсь ударить сильно. Я не могу устоять. Вы не выпрямили. Вы выпрямляете локтевой сустав зачем-то. Вы сейчас сделали вот такое движение. Вы сюда раз, и потом еще зачем-то подтолкнули. А вот сейчас вы ударили, сейчас браво. Вот прямая рука, это нормально. Да где же она прямая у вас? Ну она выпрямлена. Еще раз ударьте. Вы ее выпрямили, когда мешок пошел вперед. Вот. Не гните кулак, бейте. Не надо резко, бейте медленно. Крутите кулак моей руки. Во! Что-то не считается прямой рукой? Считается. Но вы выпрямили руку, вы сейчас не удар нанесли. Вы смотрите, что делаете. Вы сейчас хотите меня убедить, выпрямляется рука или нет. Ваша рука. Благодарю. Но вы делаете не удар нанесли. Вы не выкидываете руку. Вы ее выпрямляете. Вы вот что делаете. И продолжаете ее выпрямлять. Вы продолжаете... У вас уже касание с мешком было. А вы еще дальше продолжаете его толкать. Поэтому у вас мешок начал качаться. Это называется толчок. При ударном движении и звука нет глухого. И смотрите, что с мешком происходит. Он не качается у меня. Потому что энергия моего удара через всего лишь вот такую точку в лице моей косточки вошла туда. У мешка аж вот такое произошло действие. А когда я делаю вот такое движение, как вы сейчас показали, а-ля выпрямляется рука. Видите, выпрямилась. Только что я сделал? Фокнулись. Правильно. Вот и все. Во! Разница есть? Достаточно. А? Боковой пора учить. Боковой это очень высшая математика. Это потом. Это на втором году обучения. Шучу.